Ученые Казанского федерального университета, входящие в состав приоритетного направления эко-нефть, разработали новые виды полимеров. Разработки станут полезными во многих отраслях, как промышленности, так и здравоохранения. В нашей работе были получены соединения, содержащие фрагменты производных макроциклов и фрагменты молочной кислоты. Были исследованы их термохимические свойства, то есть было показано, что эти соединения являются низкоплавкими, что может быть использовано для 3D-печати. Новые полимеры, созданные путем поликонденсации молочной кислоты, очень востребованы в фармакологии, так как обладают множеством свойств, таких как биосовместимость и биоразлагаемость, нетоксичность и механическая прочность. Все это позволит создавать лекарственные средства, которые не будут наносить вред организму человека. Они теперь стали более избирательными, а значит их теперь можно использовать для доставки лекарственных средств, для медленного выделения лекарственных средств в организм. Это одна из проблем в медицине, чтобы профиль выделения лекарственных средств был как можно более плавный, чтобы не было каких-то резких переходов. То есть мы хотим съесть лекарство, чтобы оно медленно появлялось в нашем организме. Помимо этого, очень важным свойством новоизобретенных полимеров станет улучшение их термомеханических свойств. Над решением вопросов ученые разных стран ломают голову уже несколько лет. Так как у нас используется за основу, мы берем макроциклические соединения, то производство этих наших полимеров однозначно будет дороже. Зачастую нужно соотношение эффективности этих соединений и, соответственно, их цены. То есть в этом плане, так как у нас эффективность наших соединений будет в разы лучше, чем не модифицированный просто производных молочной кислоты, то это соотношение должно сыграть положительную роль. По словам ученых КФУ, разработка продолжается уже пятый год подряд. Однако некоторые виды новых полимеров уже используются в создании лекарственных средств. Их используют в системах доставки лекарственных средств. То есть в аэрозолях, которые мы можем просто брызнуть в нос, и, соответственно, которые даже в легких не нанесут нам какого-то особого вреда. По прогнозам ученых, данная разработка может оказать существенное влияние на применение полимеров в медицине по всему миру. Лев Диденко, Фаридзе Хитаглы, Универ Ньюс.